Привет, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна в штате Вирджиния. Хочу снова сказать вам спасибо за привилегию и возможность говорить к вам, где бы вы ни находились. Примите сегодня мое послание с любовью. Хочу поговорить о разнице между владельцами и заемщиками. Этот урок поможет вам научиться на всю жизнь, даже если вы заемщик. Ваша жизнь кажется вам скромной и незначительной, и вы не контролируете свою судьбу. Вы можете узнать принципы, которые помогут вам стать головой, а не хвостом, стать владельцем и расстаться с узким мышлением заемщика. Я знаю, что вам понравится это послание. Давайте перейдем к прямой трансляции в Церкви Волна. Это будет важное слово. Мы начинаем новую серию под названием «Владелец или заемщик». Вы владелец или заемщик? Все люди в какой-то степени начинают с займов. Согласны? Родившись на свет, вы в полном распоряжении своих родителей. Понимаете? Они воспитывают вас, затем вы идете в школу, в колледж, и затем начинаете самостоятельную жизнь. Хорошо быть владельцем, но вы должны с честью проходить любые времена своей жизни. Четвертая книга «Царств», шестая глава. Мне нравится эта история о молодых людях, которые учатся в школе у Елисея. Они сказали ему «Место, где мы живем, тесное. Слава Богу за людей, которые ценят то, где мы находимся сегодня. Место, где мы живем, тесно. Мы благодарны за Него, но мы хотим видеть больше молодежи. Здесь слишком тесно. Бог помогает людям, которые благодарны за то, где находятся, но знают, что впереди еще больше. Место, где мы находимся, или дом, в котором вы живете, слишком тесен или как? Вы благодарите за это Бога, но вы верите, что благодать Бога безгранична, и в сфере вашей жизни, мечтаний и целей, бизнеса, компании и вашей семьи. Итак, это место слишком тесное. Давайте построим место побольше. Спасибо Богу за людей, которые понимают, что не стоит оставаться в прежнем статус-кво. Они отказываются от стабильности там, где тесно. Спасибо Богу за брак, но он может быть лучше. Спасибо Богу за здоровье, но оно может быть лучше. Спасибо Богу за крышу над головой, но она может быть больше. Спасибо Богу за мою зарплату, но она может быть больше. Спасибо Богу за мое влияние, но оно может быть больше. Юноши сказали, пойдемте строить. Этот парень, видимо, был обычным учеником колледжа. Он взял топор и начал рубить деревья, однако топор внезапно упал в воду. Аминь. Давайте прочитаем, что сказал юноша в 4-й книге Царств, 6-й главе, 5-м стихе. «Ах, господин мой, а он взят был на подержание. Это обычный студент, у него не было своего топора. В колледже мы все учимся что-то брать или воровать. Топор был позаимствован. Нет ничего плохого в том, чтобы быть среди тех, кто одалживает вещи. Но Библия говорит, что лучше давать, чем принимать. Я хочу быть тем парнем, который дает». Конечно, Библия учит нас принимать. За свою жизнь я встретил много щедрых людей. Я благодарен Богу за их щедрость, за то, что они что-то мне давали. Но я не хочу быть парнем, который всю свою жизнь будет заемщиком. Не хочу быть парнем, который всю свою жизнь будет получателем. Я хочу убедиться, что мы призваны быть головой, а не хвостом. Если вы заемщик, это немного ограничивает вашу жизнь. И вот главная мысль. Если вы заемщик, вам нужно жить по определенным принципам. Поймите, все поймут, какое у вас время. У всех в жизни бывают разные времена. Я сам жил по определенным принципам. Эта церковь тоже жила по своим определенным принципам. Я научился им, пока был заемщиком. Помню наше старое здание с коврами 20-летней давности. Нам пришлось купить в него новые ковры. Все это было до того, как мы купили это здание. Я помню, что размышлял по поводу кондиционеров. В те дни кондиционеры были настолько ветхими, что на одном из аппаратов было написано «Ною от Моисея с любовью». Это был кондиционер из Ковчега. Мы приносили в жертву один из аппаратов, чтобы остальные могли работать. Кто помнит, как в середине лета вы приносили зимнее пальто, потому что в здании было настолько холодно, что даже кондиционеры не спасали. Я это помню. Было очень холодно. Сегодня, если вам холодно, мы делаем это специально. Но в те дни мы совсем не владели ситуацией. Я помню, что тогда мы потратили 70 тысяч долларов на ремонт кондиционеров, хотя не были владельцами этого здания. Вы со мной? Меня тогда спрашивали, «Зачем мы потратили столько денег на ковры и кондиционеры, если здание нам не принадлежит? Я знал, что однажды оно станет нашим, однажды мы его купим». Вторая мысль была такой. Пока мы здесь, давайте сделаем его хоть немного комфортным, давайте будем хорошими съемщиками, давайте заботиться об этом здании. То, что мы его арендуем, не значит, что мы не должны о нем заботиться. Если же мы не верны в чужом, Бог не даст нам наше. Но я помню вопросы. Зачем тратить столько денег на то, что не наше? Да потому что мы от этого выигрываем. Мы хотим быть хорошими арендаторами. И вот принципы, которым я научился, пока был заемщиком. Первый звучит так. Никогда не возвращай то, что одолжил, в худшем состоянии, чем оно было раньше. Никогда не возвращай тем одолженную вещь в худшем состоянии, чем она была до этого. Я всегда жил по этому принципу. На самом деле, это политика нашего руководства. Я никогда не разрешаю сотрудникам, руководству и персоналу брать что-то взаимы у людей из церкви, только если это член семьи или очень близкий друг. Если ваша газонокосилка сломалась, вы можете прийти к своей маме и одолжить этот инструмент у нее. Но мне не нравятся люди, которые пользуются своим положением пастора. Вы такие щедрые люди. Я не хочу, чтобы кто-либо пользовался этим или даже попытался этим воспользоваться. Поэтому служителям и пасторам не разрешается ничего брать взаймы у людей из церкви. Это политика, это требование. Если вы соглашаетесь работать в церкви-волна, вы не берете взаймы деньги у людей в церкви. Такова наша политика. При этом никогда не одалживайте вещь, чтобы вернуть ее в худшем состоянии. Однажды мы решили устроить пикник для сотрудников церкви. У одной семьи в церкви была небольшая лодка. Она была оснащена мотором в 40 лошадиных сил. Я поговорил с этой семьей и рассказал, что каждый год мы проводим пикник для работников церкви, и спросил, можно ли одолжить у них лодку, чтобы покатать детей сотрудников и пасторов по реке. Нам разрешили одолжить эту лодку. Я никогда не забуду моменты, когда лодка вернулась после прогулки без мотора. Я спросил, ребята, а что случилось с мотором? Мне сказали, что он расшатался и упал. Я спросил, и где он? Мне ответили, он упал в воду. Вода была соленой. Может, кто-то знает, что лодочный мотор и соленая вода несовместимы, особенно если погрузить его туда целиком. Мы все-таки нашли этот мотор и установили его на лодку. Но дело в том, что стоит хоть один раз погрузить мотор в соленую воду, всей электронике приходит конец. У меня был принцип никогда не возвращать одолженную вещь в худшем, чем первоначально состоянии. Теперь мне предстояло объясниться с этой семьей, которую я хорошо знал. Они были очень расстроены, что с мотором случилась такая беда. Я сказал, не волнуйтесь, мы его заменим. Я отправился в магазин и купил им совершенно новый мотор на 40 лошадиных сил. Я сказал этой семье, это принцип, по которому живет церковь-волна. Мы никогда не возвращаем одолженные вещи в худшем состоянии. Я извинился за то, что произошло. Я владел ситуацией. Я был заемщиком, но владел ситуацией. Я никогда не забуду впечатление, которое я оказал на ту семью. Это был хороший пример, когда я был заемщиком, однако владел ситуацией. И вот местописание. Евангелие от Луки, 16 глава, 12 стих. «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Так говорит Библия. «Если вы были неверны, в чужой собственности, как Бог поймет, что вам можно доверить свое?» Аминь. Некоторые по сей день не понимают этого. Будьте верны на своей работе, в своей жизни, в арендуемом имуществе, в том, что берете взаймы. Нет ничего плохого, если сейчас у вас такое время. Но как пройти это время? Иметь целостность и честь в Иисусе Христе. Мне интересно, в какой сфере тема этого послания затрагивает вас. Возможно, вы снимаете дом или чувствуете себя так на работе. У вас есть мечты о будущем, но при сравнении их с действительностью, все кажется таким мелким. Могу я немного ободрить вас принципом «никогда не отдавать одолженные вещи в худшем состоянии?» Это касается и вашей работы, и вашей жизни, и вашей учебы. Я молюсь, чтобы это послание ожило для вас и принесло перемены. Вторая часть программы очень вам поможет. Мы поговорим о том, как мыслить масштабно в самых узких рамках. Пожалуйста, помолитесь вместе с нами в конце послания. Продолжайте смотреть, вам понравится. И вот второй принцип заемщика. Научитесь мыслить масштабно в узких рамках. Нужно научиться мыслить масштабно в узких рамках. Некоторые пасторы говорят мне, я не могу добиться большой церкви, у нас маленький город. У меня есть друг, пастор церкви в городке в Западной Вирджинии. Население городка 18 тысяч человек. Знаете, сколько человек приходит в его церковь в воскресенье? Одна тысяча. В городе с населением 18 тысяч. Знаете, что он научился делать? Он научился мыслить масштабно в узких рамках. Хочу ободрить вас, если вы говорите, мне никогда настолько не расширить бизнес. Я никогда не достигну такого успеха. Я не настолько большой человек. Однажды меня спросили, Стив, как обрести большую церковь? Это предел для нашего служения на Хэмптон-Роуд. Тут живет почти 2 миллиона человек. Я думаю, что там можно вырастить церковь в 100 тысяч или даже 200. Знаете, от чего все зависит? От того, можете ли вы мыслить масштабно в узких рамках. Скажите «Аминь» на это. Смотрите, что говорит Библия. Исайя 58, 10. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальцам». Когда это будет? Когда отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальцам. Разве не это мы сделали вчера? На городском лагере мы заботились о людях и помогали им. Смотрите, что далее сказано. «Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Вы скажете «Мне кажется, что таких возможностей нет никогда, и никто не знает, чем я занимаюсь». Я могу ободрить вас мыслить масштабно в узких рамках. Давид бродил по пустыне, искал несколько потерянных грязных овец и писал псалмы. Он и не подозревал, что Бог опубликует его песни. Бог включил его песни в записанное Слово Божие. Бог – издатель. Мы по сей день поем песни, которые написал маленький пастух во мраке ночи. Бог знает, где вы находитесь. Не нужно ехать в Лос-Анджелес или Нью-Йорк, чтобы Бог вас раскрутил и поднял. Если вы верны там, где вы есть, Бог поднимет вас из тьмы. Однажды ученики пришли к Нафанаилу. Они сказали «Мы, кажется, нашли мессию». Он спросил их, откуда он. Они ответили «из Назарета». Я был в Назарете. Назарет – это задворки Израиля. Кто был, подтвердит. Это вовсе не прекрасное место. С одной стороны, я понимаю слова Нафанаила. Он думал, ну разве из Назарета может быть что-то хорошее? Я скажу вам, Бог пришел из Назарета. Могу я ободрить вас тем, что Бог знает вас и видит? Он видит вас на вашей работе. Даже когда вам кажется, что вы ничего не значите, что вы никто, вас могут переполнять всевозможные мечты, планы, потенциал. Бог знает, где вы находитесь. Бог может поднять вас и благословить вас. И главное – дело не в местонахождении, дело в сердце. Во имя Иисуса. Представьте, что однажды решили пойти учиться в колледж. Вы наводите справки и понимаете, что не можете себе это позволить. Вы никогда не расплатитесь за него. Однако считаете, что это единственный способ добиться успеха. Нет, друзья мои, Бог может поднять вас. Хочу прочитать вам из четвертой книги царств, четвертой главы. Здесь сказано о человеке, который мыслил масштабно в узких рамках. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею. «Раб твой, мой муж умер». Это была жена человека, который состоял в обществе пророков. Она сказала Елисею. «Мой муж, раб твой умер». «Он мой муж, но твой раб, он умер». Далее говорится, «Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Мой муж, твой раб мертв, но ты знаешь, что он боялся Бога». Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала, «Нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних. Набери немало». Мне нравится это слово. Скажите со мною «набери немало». Это принцип. Повернись к соседу и скажи «набери немало». Запомните самые главные его слова «набери немало». Что пытался сделать Елисей? Женщина потеряла своего мужа, свой доход, своего друга, своего спутника, свое чувство безопасности. Он ушел. А теперь она может потерять двух своих сыновей. Они вот-вот уйдут. Мой муж умер, мои сыновья вот-вот будут забраны взаимодавцем. А Елисей говорит ей, «набери немало кувшинов». Что он делал? Он пытался вывести ее мышление из узких рамок. Он пытался вывести ее из бедности. Женщина, когда пойдешь занимать кувшины, набери немало. Бог совершит что-то значительное. Но это зависит от того, сколько кувшинов ты одолжишь. Поэтому набери немало. Ты должна мыслить масштабно в маленьком месте. Ты потеряла мужа, вот-вот потеряешь сыновей. Но я даю тебе возможность мыслить масштабно в своей нужде. Набери столько кувшинов, сколько сможешь. Кто-то скажет, что мыслить масштабно в узких рамках трудно. Но помните, маленькое всегда можно взять с собой. То, что для вас маленькое, для кого-то другого окажется большим. Каждый раз берите что-то маленькое с собой. Я всегда беру что-то маленькое с собой. Я уже привык это делать. Ведь большое начинается с малого. Однажды я говорил слово в церкви Лос-Анджелеса. Израиль, пастор церкви, сказал мне, «Сегодня последнее воскресенье перед началом каникул. Многих людей не будет». Я ответил, «Я приехал сюда не проповедовать для толпы. Я приехал проповедовать для тех, кто здесь. Так что не извиняйтесь за небольшую толпу». И это казалось величайшим воскресением на моей памяти. Слава Богу. Если чего-то мало, я не против. Если что-то маленькое, я не против, потому что все начинается с малого во имя Иисуса. «Порой я молюсь, чтобы церковь стала больше, а она становится меньше». Смотрите, что написано после слов «набери немало». «Набери немало и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды. Полный отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. Когда? Когда закончились кувшины. Понимаете? Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. А далее мы читаем. «И пришла она и пересказала человеку Божьему». Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Здесь есть несколько принципов. Хочу, чтобы вы научились мыслить масштабно в узких рамках. Первый. Можно быть Божьим человеком, но в финансах будет беспорядок, если вы заемщик. Этот человек был праведником. Его жена сказала, «Мой муж, твой раб, боялся Господа». Тем не менее, с деньгами у него был непорядок. Подумайте об этом. Он, может, и боялся Бога, но не был мудрым. Он оставил свою жену в очень опасном положении. Вы можете бояться Бога, но не быть мудрым в финансах. Спасибо за бурный отклик. Могу вас ободрить? А? Если вы женаты, я могу вас ободрить, что страхование жизни — хорошее дело? Знаю, что порой мы не любим говорить о смерти, будто собираемся жить вечно. Особенно молодые люди чувствуют себя неуязвимыми. Вы знаете, как Джош Мориарт катается на велосипеде по грязи в Калифорнии с головы до ног, облаченный в защитное снаряжение? Мы ехали от национального парка Секвоя до Елусмитского национального парка. Там вам выдают все защитное снаряжение, и вы уже считаете себя неуязвимым. Я падал дважды. Думал, что все в порядке. Однако на следующее утро не мог пошевелить плечом, слава богу. Да, мы можем чувствовать себя неуязвимыми, но примите факт, что мы все умрем. Я не хочу уходить, оставив долги, которые не осилит моя жена. Вернемся к нашей теме. Второй принцип. Эта женщина жила в нужде. Она потеряла мужа, уже практически потеряла детей. У нее осталось только немного оливкового масла в кувшине. Эта женщина жила в нужде. Почему? Потому что была засуха, о которой говорил Елисей. Чем же опасна засуха? Засуха влечет за собой голод. Голод потому, что нет дождя, а значит и продовольствия. Поэтому Елисей сказал, набери немало кувшинов. А знаете почему? Потому что во время засухи и голода у людей много пустых кувшинов. Потенциал обеспечения на фоне такой бедности огромен. Елисей знал, что у людей много пустых кувшинов. Я дам тебе ответ, но ты, женщина, должна мыслить масштабно. Я дам тебе средства, чтобы обеспечить тебе изобилие. Но женщина была в нужде, и ей нужно было распрощаться с мышлением бедности. Порой ответ находится за рамками того, что у вас есть. Порой Бог приводит еще человека. Порой Бог дает вам ответ, который находится вне границ вашего дома. Бог приведет в вашу жизнь кого-то для благословения и обеспечения. Аминь. Если вы одиноки и живете в нужде, веря, что Бог даст вам спутника жизни, Он обязательно кого-то к вам приведет, чтобы восполнить нехватку и раскрыть весь ваш потенциал. В бизнесе рядом с вами порой появляется великий человек. Послушайте, ответ не всегда находится перед вами. Женщине было сказано пойти и одолжить немало кувшинов. Понимаете? Ну а теперь послушайте стих из притчи 13 главы. Это один из тех стихов, которые чаще всего понимают неправильно. Кстати, знаете, в чем Елисей хотел проверить эту женщину? У людей много пустых кувшинов, потому что стоит голод. Пойди и одолжи как можно больше кувшинов. Они все равно стоят пустыми, и тогда убедишься, что и на Ниве бедных бывает много хлеба. Итак, 23 стих. «Много хлеба бывает и на Ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Ответы бывают даже в нужде. «Много хлеба бывает и на Ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Это напомнило мне историю о продавце обуви, который поехал в Африку. Он был разочарован. «Я приехал продавать обувь, но ее здесь никто не носит». Он уехал домой в поражение. Следующий парень, который туда поехал, написал своей компании. «Вот это да! Пришлите мне много, очень много обуви! Потому что ее здесь никто не носит!» Поймите, все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Стакан наполовину пустой или наполовину полный? Африка — место, где все без обуви, или место, где можно продавать очень много обуви. «Я могу вас ободрить?» «Научитесь мыслить масштабно, в узких рамках». «Я могу вас ободрить, что на земле бедных» — тоже бывает ответ и изобилие. Нужно научиться мыслить масштабно, в узких рамках. Надеюсь, вам понравилось это послание. А сейчас я хотел бы поговорить о ваших отношениях с Иисусом. Библия говорит, что Иисус полон благодати и истины. Истина в том, что всем нам нужен Иисус, и прекрасная новость в том, что мы можем рассчитывать на Него по благодати. А вы знаете Его как своего Господа и Спасителя. Хотел бы помолиться за вас, если вы еще не приглашали Иисуса в свое сердце. Давайте помолимся, просто скажите такие слова. «Господь Иисус, войди в мою жизнь и прости мои грехи. Спасибо за то, что Ты умер за меня. Я принимаю Тебя в свое сердце. Я верю сердцем и исповедую устами, что теперь я христианин во имя Иисуса Христа. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я приглашаю вас, Вирджиния Бич, в Церковь Волна. Приходите к нам поскорее. Все детали по адресу, которые вы видите на экране. Если вы придете, то мы подарим вам эту книгу, которая называется «Жизнь христианина». Прошу вас, когда придете, расскажите, что смотрели нашу программу. И мы с радостью подарим вам эту книгу. Из нее вы почерпнете очень много полезного для себя. Мы будем рады встретиться с вами. Приходите. В жизни это еще лучше, чем по телевизору. Божьих благословений и до новых встреч. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради его царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим достижении их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн. Приглашаем вас на наше служение, которое проходит каждое воскресенье в 9 часов, 11 часов и 18 часов по адресу, который вы видите на экране.